Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, в чем состояло преступление Содома и Гаморы в гомосексуализме или в отсутствие гостеприимства. В Священном Писании мы находим такие слова. Это глава 19 книги Бытия, 8 стих. Здесь Лот пытается образумить садомлян, чтобы они не нападали на ангелов, которых жители Содома приняли за красивых юношей. И он говорит, вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так, как они пришли под кровь Дома моего. Действительно, на Востоке есть такая традиция, что если кто-то приходит под кровь Дома твоего, то ты обязан всеми силами, даже игнорируя собственные интересы, защищать его. Казалось бы, поведение жителей Содома очевидно. Они ведут себя как люди, которые склонны к гомосексуальности. И мы читаем 19 глава Бытия, 4 и 5 стих. «Еще не легли они спать, как городские жители-содомляне от молодого до старого, то есть разные возрастные группы. Весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их». В чем, собственно говоря, проблема? В книге Закеили, 16 глава, 49 стих, перечисляются грехи Содома. И мы читаем. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». В перечислении грехов Содомы отсутствует, собственно говоря, Содомский грех. А о чем это может говорить? Более того, мы знаем, что у Лота были зятья, которые сватывались за его дочерей. Это 19 глава книги Бытия, 14 стих. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его». То есть не все люди этого города были гомосексуалисты. Это очевидно. Но в то же время мы видим, что от мала до велика люди со всех сторон города пришли, чтобы надругаться над ангелами. Какое здесь может быть противоречие? Проблема этих людей заключалась действительно в гордости, в пресыщении, в праздности и в том, что они не поддерживали руки бедного и странника. Их гордыня подвигала их к тому, что они хотели унижать других людей. А унизить человека на Востоке, особенно мужчину, самым ужасным образом это надругаться над ним. Их собственное пресыщение и их праздность были источниками их философии, если так можно сказать. есть предание, что они считали, что Содом и Гамора как конфедерация процветающих городов, здесь живут люди только для себя. Благо Содома и Гаморы только для жителей Содома и Гаморы. И у них по этим преданиям были запреты на благотворительность. Сейчас в некоторых скандинавских странах если человек подаст нуждающемуся на улице какое-то подаяние, это повод для судебного разбирательства. Потому что в этих странах считают, что таким образом человек продлевает социальную агонию какого-нибудь бомжа, человека без определенного места жительства. И у них настаивают на том, что если кто-то у тебя просит деньги, надо обращаться в полицию, и там быстро разберутся, почему человек оказался в такой ситуации, и что здесь можно сделать. Есть древнее предание, которое рассказывает о том, что одна девушка, жительница Содома, она решила помочь страннику, который проходил через этот город, и был удивлен тем, что никто стакан воды не подавал, не подавал никакой пищи. И она спрятала пищу и тайком принесла к этому человеку, но об этом узнали. Ее тело обмазали медом, и ее бросили в улей, где пчелы до смерти измучили ее. И вот смотрите, что мы видим в случае с Лотом и явлением к нему двух ангелов. Лот сказал им, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего». В оригинале здесь стоит слово «не зайдите, а сверните». То есть пройдите окольным путем, чтобы никто не догадался, что вы идете ко мне на ночь. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши». Но согласитесь, все бывает наоборот. Сначала умывают ноги, а потом ночуют. Почему здесь порядок нарушен? Объяснение такое. Если в дом ворвутся садамляне, то Лот смог бы сказать, да, они только пришли, видите, у них ноги не обмыты, а они все в пыли. То есть это была мера предосторожности против тех жестокостей, которые применяли садамляне, жители Содома и Гаморы по отношению к странникам и пришельцам. Их образ жизни довел их до крайних форм извращения. Эти люди забыли заботу о других и в противоположность этому стали совершать сексуальные преступления по отношению к другим людям. И сказано так же в книге Бытия, что вопль Содомский дошел до ушей Господа, дошел до небес. Что это за вопль? И некоторые экзегеты обозначают проблему. То ли это вопль жертв, над которыми издевались садомляне или это торжествующий вопль самих садомлян, когда они совершали насилие над другими людьми, которые случайно оказались на территории их города. Скорее всего, это было и то, и другое. Были крики насилуемых и торжество греха. Сейчас во многих странах мира проводят гей-парады, которые называются парадами достоинства. Но, как правило, это все происходит в социально благополучных странах, где достаточно высокий достаток. Вот это показывает нам то, о чем мы с вами прочитали у Изакеиля. Пресыщенность и праздность – вот что приводит к таким порокам и таким грехам и преступлениям. Более того, в Священном Писании сказано, что богатство – это зона нравственного и морального риска, потому что богатство приводит многих людей именно к безрассудным похотям. О самом этом грехе гомосексуализма мы можем прочитать послание к римлянам, первая глава с 22 по 27 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их бог, похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Вот здесь говорится о причине возникновения этой страсти, когда люди начинают вместо Творца поклоняться твари. Именно гуманистические общества, которые много говорят о правах человека, которые ставят человека, абстрактного человека в центр как бы жизни, они скатываются в такое беззаконие. Поэтому далее сказано, «Потому предал их бог постыдным страстям». Что значит «предал»? «Попустил им». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Таким образом, проблемы Содомы, проблемы Гаморы, этой конфедерации городов, это праздность и пресыщенность, от которых и рождаются всяческие непотребные похоти. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! С Богом!